Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Замыкаем мы с вами первую неделю нового, наступившего 2017 года. Неделька оказалась довольно-таки жаркой на новостные события. Много было статистики, релизов, фундаментальных данных. Мы их, безусловно, как трейдеры, которые делают большую ставку на фундаментальный анализ, конечно же, взяли за основу того, что нам стоит ожидать по статистике дальше, по отдельным валютам и, соответственно, что нам стоит ожидать от регионов, которые стоят за этими валютами. Нас, прежде всего, интересует, конечно же, экономика США и те изменения, которые могут произойти в рамках валютного блока. Событий было очень много. К сожалению, у меня была возможность встретиться с вами через брифинг только в четверг. То есть, ряд событий мы с вами упустили. Поэтому я попробую, скажем, наверстать вот этот пробел в понедельник в ходе вебинара, правильный понедельник, который состоится, как и всегда, традиционно, классически в 16.30 по московскому времени. Если у вас есть возможность присутствовать на нем с огромным удовольствием, приглашаю и, соответственно, обсудим, если в этом будет необходимость, все вопросы, которые, возможно, у вас уже появились на старте нового, я надеюсь, весьма интересного и будущего прибыльного для нас с 2017 года. Что касается сегодняшнего брифинга и, в целом, торговой сессии. У нас обещает быть окончание недели таким же жарким, собственно, как и его начало. Поскольку сегодня мы будем анализировать данные по Non-Farm Perils. Это статистика по состоянию американского рынка труда, которая выходит следом за отчетом EDP. Про статистику EDP мы также сегодня поговорим. Non-Farm Perils имеет сейчас очень большое значение, собственно, как и всегда, поскольку, в целом, для американской экономики, для представителей ФРС, это один из основных ориентиров, еще вкупе с инфляцией, поглядывая на которые, соответственно, американский регулятор принимает решения относительно тех изменений монетарной политики, которые могут произойти. В 2017 году главная идея, без каких-либо форс-мажоров, связанных с еще большим, скажем, треском еврозоны, как на ситуации с распадом, главной идеей будет повышение оставок. США нас интересует, волнует даже, скажем, вопрос того, сколько раз это случится, но, пожалуй, не будет ошибкой, если мы скажем, что это не знает даже сам американский регулятор, поскольку все будет зависеть от политики Трампа, от ЕФО, реформы, от того, как экономика будет ко всему этому привыкать. Об этом также поговорим. Ну, начнем мы сегодня с цен на нефть и того, что случилось за прошедший день на рынке углеводородов. Клос вчерашнего дня 56,89 по бренду, а сейчас актив торгуется на отметке 56,71. Мы видим то, что никак медведи не могут вступить в игру так активно, как хотелось бы тем, кто верит в коррекцию этого актива, поскольку по-прежнему продолжают прессинговать на рынке быки, отыгрывая тот фундамент, который на сейчас площадках нефтяных присутствует. Что это за фундамент? Ну, мы уверен, продолжаем резонировать от реализации договоренности ОПЕК. Первыми ласточками у нас выступили Кувейт и ОМАН, которые в совокупности вместе сократили добычу примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. Плюс ко всему трейдеры вдохновлены, скажем, отчетами по запасам нефти, по версии ОПЕ и Минэнерго. Удивительная синхронность. Давно я не видел то, что так отчеты совпадали бы. Вы помните, что у нас накануне ОПЕ отчитался по запасам, они сократились на 7,4 миллиона баррелей за прошлую неделю. Да, за прошлую неделю. Это очень большая цифра. Она ломает ту тенденцию, которая сложилась локальную по росту в последние недели, под окончание 2016 года. И позволяет трейдерам сейчас уже, скажем, закладывать в основу интересы к этому активу, еще сезонные факторы, связанные с повышенным спросом на сырье, что будет автоматом подразумевать увеличение и переработки. Запасы снизились и по официальной оценке от Минэнерго, которая вышла вчера, также минус 7 миллионов. Прошлый у нас рост был на совсем символичную. Цифру от Минэнерго, по-моему, 0,6 миллиона баррелей прогноза. Вчера присутствовал на более скромной цифре по сокращению. Это также оказала такая цифра влияние. Соответственно, котировки нефти. Бренд подрос, мы это прекрасно видели. Но еще один новостной фонд, фундамент, который, может быть, кто-то упустил, но я надеюсь, что бдящие долгосрочные трейдеры не упустили его. Это отчет по объемам добычи нефти в рамках ОПЕК по итогам декабря. То есть, сразу отмечу, что пока что не нужно цепляться за этот релиз как доказательство и подтверждение, либо знак того, соблюдает ли ОПЕК договоренности или нет. Потому что соглашение, как таковое, начало действовать только с 1 января. И у нас только в первую неделю февраля будет возможность оценить уже уровни добычи с учетом действия тех условий, которые оговаривались по сделке по ограничению добычи. Но все-таки та цифра, которая вышла вчера, настраивает на не совсем оптимистичный лад. И я надеюсь, что та коррекция, которую мы сейчас, кстати, наблюдаем на нефти, это своего рода отголосок, собственно, реакции через отложенный эффект на вчерашний фундамент. Может быть, еще и коррекция после довольно успешной для всего рынка нефти недели под закрытие, собственно, пятидневный эффект пятницы. Но все-таки большую ставку я делаю на фундамент. Потому что в декабре ОПЕК добыл нефти, добывал в сутки на отметке 34,18 млн баррелей в сутки. Напоминаю, что исходя из соглашения, которое было заключено, ну, относительно недавно, которое, собственно, стало основанной энергетического пакта, уровень добычи не должен превышать 32,5 млн баррелей в сутки. И сейчас вот цифра, она гораздо выше. Судя по всему, ряд регионов, в целом, скажем, ОПЕК, должен очень постараться вот в ближайшие три недели, чтобы сократить добычу до отметки 32,5 млн. Я в это совершенно не верю, поскольку это абсолютно нереально. И я надеюсь, что все-таки понимание и осознание этого на рынке станет началом для коррекционной динамики, которую я очень хочу дождаться в самые ближайшие дни на всем рынке, собственно, черного золота в отношении активов и Brent и WTI. Что касается российской валюты, то поскольку котировки нефти все-таки находятся на плюсовой территории, рубль в первые дни Нового года получил поддержку, собственно, от текущей динамики и смог все-таки продавить как пара поддержку на отметке 60 рублей против американца. Что будет с рублем дальше? Я думаю, что прогрессивно мыслящие из вас прекрасно понимают то, что укрепительного будущего рубля точно нет. Ну, особенно даже на фоне тех ожиданий, которые присутствуют на рынке нефти. В ближайшие дни на нашем сайте появится прогноз по перспективам рубля на 2017 год. Я рекомендую с ним ознакомиться, добавить, собственно, те идеи, которые вы вычитаете, к вашему собственному представлению о том, что может произойти с российским валютным активом и уже, в принципе, осоображать, что делать с рублем дальше. Ну, я почему-то не сомневаюсь в том, что те трейдеры, которые, в принципе, сейчас следят за событиями на финансовых рынках, следят за спецификой, характерной для российской экономики в целом, понимают, с чем связана динамика рубля, знают то, что лучше, с большей вероятностью следует делать ставку на ослабление рубля, но никак не на дальнейшее укрепление. И текучие значения, как я обозначал в конце еще 2016 года, являются хорошим поводом, чтобы рассмотреть возможность как спекулятивных покупок пары, что на финансовых рынках, что даже через физический спрос, ну, в зависимости от того, что кому ближе, а может быть даже и в тандеме. Я считаю то, что переход сейчас и перевод сбережений именно в иностранную валюту может принести очень хороший доход уже в первом квартале 2017 года. Дальше идем. Европейская валюта и в целом рисковые активы. Поскольку вчера мы с вами наблюдали довольно существенное ослабление американца на фоне последних тенденций, конечно же, этим воспользовались рисковые активы. Европейская валюта вчера укреплялась, фунт укреплялся, австралийцы, новозеландцы также подрастали. Евро, помимо слабости доллара, евро, кстати, сейчас торгуется на отметке 1,0584, это ниже локального хая, и я все-таки надеюсь, что вот-вот мы с вами дождемся того самого ослабления, которое будет открывать дорогу к движению в район паритета. Но пока евро использует фундаментальную поддержку еще и от макроэкономической статистики, у нас было несколько отчетов по инфляции, вчера еще вышел индекс цен производителей в рамках еврозоны. Здесь сразу хочу отметить прогресс довольно серьезный, существенный в годовом выражении, 0,1% со знаком плюс, как вы поняли, против прошлого спада на минус 0,4%. Чем интересен этот релиз? Да тем, что он является опережающим индикатором будущих показателей по инфляции. И на основании индекса цен производителей, который показал, по-моему, максимальный прирост за последние 4 или даже 5 лет, то есть ожидание того, что и в январе, собственно, мы увидим позитивную динамику в отношении инфляции в рамках еврозоны. Но статистики, какой бы она ни была, все-таки будет очень трудно сейчас соперничать с главным активом, который присутствует даже исходя из фундаментального интереса на рынке, это долларом. Поэтому, если американец сейчас начнет реагировать на рост доходности в логовых бумаг, мы увидим восходящее движение той же самой пары USD иена в районе 120, что будет обеспечивать рисковые активы просто серьезнейшим аргументом для того, чтобы знать свое место и, соответственно, корректироваться. С такими глобальными трендами спорить ни в коем случае не нужно. И возникают на рынке ситуации, когда приходится смириться с ситуацией, с тем, что происходит, и, наверное, приобщиться к тем предсказуемым, на мой взгляд, трендам, которые вот-вот начнут на нем разворачиваться. Фунд против американца. Вслед за сильными данными по промышленному сектору, по производственному строительству, также вчера вышел отчет еще и по сфере услуг прогресса, снова 56,2 с 55,2. И эта статистика оказала дополнительную поддержку британцу. Но я думаю, что все-таки большая поддержка была связана с локальной слабостью американского доллара. Что касается дальнейшей динамики, мы вчера говорили уже о том, что скоро, совсем скоро ждать осталось чуть-чуть. Мы получим новые новости по поводу Брекзита, запуска процедуры все-таки выхода, инициирование статьи 50, и всем известно, что расценивается в качестве серьезного негативного фактора, который нужно иметь в виду. И прежде всего тем, кто сейчас пытается поспекулировать и на длинных позициях по британцу. Я рекомендую не покупать фунт, даже несмотря на текущие котировки 1.23.81. Я рекомендую по-прежнему сохранять короткие позиции с нашей с вами целью 1.21. Доллар японская иена. Здесь говорить можно еще больше, поскольку именно американская валюта является главным действующим персонажем с точки зрения событий в рамках всей недели. У нас каждый день это сильнейшие макроэкономические релизы. И сегодня не исключение, поскольку в 16.30 по Москве мы с вами ждем долгожданные нонки, нон-фарм-перлс, отчет по состоянию рынка труда. До этого у нас были протоколы, которые в целом лично я рассылал как довольно жесткие, но допускают то, что, возможно, присутствующая неопределенность на рынке за те изменения, которые могут произойти с экономикой США по факту реализации реформ администрации Трампа, может быть, это повлияет в какой-то мере на темпы повышения процентной ставки и на количество подобных изменений и шагов. Возможно, снижение вчерашнего доллара, которое последовало вслед за публикацией протоколов в среду, было связано с тем, что рынок до конца не уверен, будет ли ФРС агрессивен настолько, что трижды пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики. Я считаю то, что пока все возможности и условия для этого есть, но дальше будет зависеть от того, какие реформы и с какой скоростью, с какой интенсивностью будет притворять жизнь Трамп. Напоминаю то, что инаугурация 45-го президента США состоится уже 20 января. Вчера вышел отчет по EDP, который предваряет Non-Farm Payless. Статистика в целом слабая, можно сказать, 153 тысячи против прошлого 215 тысячи. Но слабую статистику по EDP тут же нейтрализовал очень сильный релиз по заявку на пособие по безработице. 235 тысячи с прошлого 263 тысячи. Это лучший показатель больше, чем за последние 10 лет. И не буду повторяться, что тренд восстановительный ниже 300 тысяч сохраняется уже, наверное, 95-ю неделю подряд. Скоро разменяем сотку по периоду. Это самый затяжной цикл, как и раньше было, с 73-го года по улучшению макроэкономических данных. Плюс ко всему, за рынком труда был опубликован отчет по активности в сфере услуг АСМ. Сначала маркет, в целом статистика очень хорошая, 53,9, 53,4. И АСМ также прирост с 57,2. Точнее, оценка осталась на прежнем уровне 57,2. Но это очень высокое значение. Прогноз был поменьше. И, конечно же, такой фундамент настраивает на сохранение импульса восстановления и на то, что доллар все-таки должен оказаться повыше. Логично отыгрывая снова перестройку риторики ФРС. Логично отыгрывая последствия активного бюджетного стимулирования, роста индекса потребительских цен в США. И я думаю, что уже в первом квартале 2017 года пара USDN окажется выше 120, может быть, даже намного. Поэтому сейчас задача номер один – это искать возможности для покупки. Я считаю, что они уже созданы по мере тестирования планки 115 иен против доллара. Прекрасный откат и прекрасный шанс занять очень выгодную сделку длинную. И, как и отмечал ранее, я рекомендую вам прежде всего сделать ставку на приобретение американца против любого другого инструмента, который присутствует на рынке. USDCAD вчера рекомендовал вам дождаться поддержки 1.32 и после этого покупать. Надеюсь, что вы сделали это. Сейчас котировки у нас по этой паре находятся на отметке 1.32.56. Уже сделка в профите. И уверен, что сегодня восходящее движение продолжится, потому что помимо non-farm payrolls, сегодня еще и статистика по рынку труда Канады. Посмотрите на прогнозы. Прогнозы очень слабые. То есть потенциальный слабый отчет может оказать прессинг на канадца и подстегнуть интерес к паре USDCAD, что обеспечит возможный рост выше отметки 1.33. Я думаю, что мы уже можем снова смело ставить на движение выше планки 1.35. Из важных событий сегодня следим за рынком труда сначала США, а потом Канады в 16.30. Уважаемые трейдеры и друзья, отчет-то ни в коем случае его не упустите. Ну, на этом, собственно, все. Если есть вопросы, как и всегда, форумы о маркетсе и каналы на YouTube. Задавайте под актуальным, новым, свежим видео-брифингом. Постараюсь максимально оперативно ответить на каждый из них. И не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал, если вы еще этого не сделали, и ставить лайки. Еще раз всех с наступившим 2017 годом. Увидимся в следующий понедельник дважды даже и на брифинге, и в ходе вебинара в 16.30. Всего доброго. До свидания.